всем привет утро воскресенье и у нас конечно же панкейки по заказу моих детей они постоянно их просят и вечерами просят панкейки просто сидят вместо печенюшек их едят ну и не против в принципе готовить легко для тех кто у меня спрашивает при рецепт рецепт у меня есть на канале рецепт оладушек оладушки я жарю на растительное масло панкейки жарю без масла но в тесто добавляют чуть-чуть растительное масло и все вот все различие у меня в рецепте а когда я была маленькой я играла маслинки а я тебе а я тебе не давал мои игрушки почему-то они мои а какие игрушки любят девочки нельзя мне кажется можно всем играть с любыми игрушками ты же играешь иногда в куклы так что можно друг друга игрушками всеми играть же маленькие пока маленькие можно играть со всеми игрушками когда я была маленькая а я меня ручки взяла что взяла я меня ручки взяла я тебя сейчас тоже на ручки берет или я тебя очень сильно любит когда я была маленькая а ты любишь или как ты любишь что придумал как ты думаешь что он придумал машинки я себе у него в голове только машинки и спайдермен даже как у всех мальчиков а у девочек что бывает в голове а у мамы что бывает в голове как ты думаешь мама о чем думает целый день о игрушках думает какие игрушки вам купить или как ваши игрушки собрать и узкие купить ты права да мама только об этом и думает целый день какие игрушки вам купить я не вижу что ты оладушек ела только шоколадный крем сидит есть конечно на сегодня 7 оладушек съела 7 села она 7 села аслана я была в шоке конечно сегодня я взрослый человек это не съедаю панкейки вкусные оладушки на шоколадный крем вкуснее даже кто мамин хитрожопик а зверяшка кто мамин хитрожопик я ты конечно ты один съел весь мамин мед другая сидит шоколадный крем наворачивает там еще есть нету там уже закончилось есть это мое все нет мое это я все съем я же тоже люблю шоколадный крем а какая моя еда а это что мама кушает а ты любишь это авокадо 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 он наш шарбазанчик идет который уже два дня вот эти штаны не хочет снимать на его вид посмотрите я вас умоляю шарбазанчик маминь шарбазанчик у головы игрушки давай мы вот это уберем отсюда он сейчас все игрушки сюда будет таскать да а где он вообще аля ты здесь что делаешь а пульс сюда нельзя брать почему почему там он может упасть ты знаешь у меня он точно никуда не упадет а вот у вас упадет и мои художники я кумнику рисую ой мама похоже на кумнику похоже красненькая и с зеленой этими веточками да листочками мама подожди а это это груша ее можно оранжевую сделать синего можно зеленую сделать или желтую и вот это и вот это хорошо солнышко гора посуды хотя я ничего не готовила заказали сегодня пиде как обычно одна была такая холодненькая я ее подогревала все равно мы естественно четыре штуки не съели вот осталось ой объелась сейчас это все мыть расклады по местам и вечером идем к свекрови у нее 30 ноября был день рождения мы за ловкой договорили что будем поздравлять ее в конце недели когда вот мой муж будет дома ну поздравление здесь знаете как выглядит да купить тортики за дочь свечки и сказать ей должен с днем рождения хорошо что родилась все ну сходим м 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 эй м м м м Азлан, давай эту кофточку снимем, а то жарко. Ага, сейчас всё полетит. Всё, папа поймал. Мама, ты же бегаешь, прыгаешь вовсю. Господи, а им нравятся такие игры. Чем грубее, чем жестче, тем больше им нравится. Мамина, тебе не больно? Мама, Аслан, не больно тебе, папа? Нет. Точно? Руками закрывайтесь от мячика. Точно не больно, когда мячик прилетает? Молодец, вот всем надо рассказать. Вот так у нас папа водит. Видите, нас как картошку везёт. Как картошку папа везёт. Люди как люди ездят, а мы, я не знаю, как картошка в мешке. Показывают в турецкой школе во время занятий к детям в класс заходят кошки и спокойно, вот, как бы, нормально. Это, скорее всего, типа продлёнки. Маленькие. Чё походишь? Чё походишь? Чё походишь? Ай! О, спон каково! Чё походишь? Апне, а? Смотрите, да? Смотрите, да? И дети, говорит, радуются приходят на занятия. они в покое не оставляют дядю мурату массаж делайте дяди массаж обол 담 мурат большинство будут гдд лар Слушай лайков! Слушай, дайте мне надо. Слушай, ты что делаешь? Слушай, ты что делаешь? Куда спрятались, интересно? Где, интересно, они спрятались? Интересно, где спрятались? Где? Нет никого здесь нет. Нет, у них нет, дети. Я не найти, не видел. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Такой у нас первый раз, чтобы оба сразу заболели. Обычно бывает один у другого заражается или что-то в этом роде. Оба начали температурить. У Зиграшки 37,5, была у Аслана 38,5 температура. Но Зиграшка была более капризная, более слабая. Все жаловалась, унылась всю ночь. Аслан вообще ни на что не жаловался. Единственное, вот у него была температура. И когда у него температура, он все время укрывается. Вот. Сейчас вот Зиграшка спит напротив меня, солнышко моё. Со своей игрушечкой. Аслан здесь. Смотрят мультики. Ну, кушать, конечно, категорически отказываются. Я спросила, что они хотят. Они сказали, манную кашу приготовила. Ну, съели они по три ложки. И то хорошо. В принципе, когда болеют, насильно кормить тоже нельзя, потому что организм должен справляться с болезнью, а он, получается, все силы будет тратить на то, чтобы хиду перерабатывать. И бывает такое, если насильно кормишь, а ребенок вырывает. Вот. Три ложечки манной каши съели, и потом я им витаминчики дала. Сделала кураговый компот. Остань чуть попил, Зиграшка спит. Ну, и лекарства мы не пьем, в принципе. У нас витаминки, свежий воздух. Вот я всё проветриваю. И время. Всё. Сон. Зеяра обычно, когда болеет, она всё больше спит. Вот. Спит, просыпается, капризничает. Мама хочет рядом маму. Аслан, он успокоенный. Смотрит мультики. А когда они были маленькие, наоборот, ослан был очень капризный, с меня не слазил. А зеяра была такая, наоборот, спала всё время и как бы себя приходило. Поменялись они места. Вот. У меня сегодня был приём у рематолога. В 11.20. Я, конечно, к нему не попала. Куда я, где я оставлю больных детей и пойду. Вот. В принципе, мужа в городе я могла бы с ним оставить, но... Нет. Я детей в таком состоянии с мужем точно не оставила бы. Он сразу бежит. Всё-всё закрывать. Дети уже заболели. Смысл закрывать окно, которое я проветриваю, чтобы здесь был свежий воздух. Вообще, немножко странная логика турецкого народа. Всё закрыть. Мы здесь, извините меня, и кашляем, и пердим, и дышим. И кошачий туалет у нас в квартире. Но главное всё закрыть. Вот тогда быстрее вылечишься. На него тоже пришлось гаркнуть. Он ушёл по делам. Вот. Сегодня мы дома. Посмотрим, как они будут себя к вечеру чувствовать. Обычно у меня дети, хвала Всевышнему, быстро вылечиваются. И такой прям в тяжёлой форме у нас болезни не протекают. Аль-хамбдул-лях, хвала Всевышнему. Спасибо, Хвала Всевышнему, за то, что у меня именно так. Вот. Но я и лекарствами не закармливаю детей. И только когда вот они были совсем маленькие, в больницах лежали, вот там они, наверное, что-то им давали постоянно. Вот так вот. В остальном всё так же, всё хорошо. Погода просто супер сегодня такая погода. Вот прям вот выходи и гуляй. Вчера тоже была неплохая погода. Вот вечером пошли к свекрови. У неё был день рождения. Ну как? День рождения. Задули свечки. Дети-то задули свечки. Поели торт. Ушли. Я даже торт не пробовала. Потому что я не люблю вот эти местные торты. Торты, яш-паста-сне они называются, которые ко дню рождения здесь готовят. Они бывают ужасно невкусные. Да. Если индивидуально закажешь где-то в хорошей выпечке, да, тогда ещё может быть. Но это надо очень тщательно выбирать и выпечку. Потому что всё готовят на порошковых смесях. Вот как-то так. Сейчас Асланчику покажу. Айрашка то спит. Асланчик какой-то мой мамин мальчик со своим спайдерменом. Да? Ты сегодня болит, солнышко, да? Тебя что, болит? Температура, да, у нас? Ну, маленький. Не могу заставить его раздиться. Хотела с ним и штанишки снять. На нём хлопковые тоненькие штанишки отпишем. И ни за что не снимает. Будь здоров, солнышко. Идём. Красненький. Температура у него... Сейчас уже чуть-чуть меньше. Компотик попьёшь ещё? Оладушки сделать? Может, сделаем оладушки? А макарошки? Сейчас что, они предложат всего отказываются. Вот как-то так. Руки Лео. Лео тоже ходит. Непонятно, что происходит. Почему они здесь лежат? Что такое? Лео? Как дела у тебя? У тебя как дела, солнышко? Всё хорошо? Ладно, здесь тоже открою тебя. Он постоянно просит, чтобы открывали вот эту балку. Он туда выходит. Всё, так и лечимся. Не болейте. Всем здоровья. Пока-пока. Приготовила куриный супчик. Ну, никто даже не хочет пробовать. До этого попросили у меня оладушки. Я сделала по одной штуке съели. Сегодня, как никогда, смотрите, да? Местами где-то пригорели. Потому что бегала туда, бегала сюда. Местами. Местами. Температура. Температура так же держится у нас. Но больше ничего нет. Ты тоже хочешь, да, чтобы тебя потискали? Что-то очень вкусно. М-м-м. М-м-м. Нам и сегодня витаминчик забыла тебе дать. Надо дать пока не поздно. еще не болеешь то что у тебя болит молоко голову и температуру и ложка и голова попросили приготовить какао ну как попросили я перечисляла все это 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 сказали какао будем приготовила выпила только зеряшка аслан как увидел вот зеряшка выпила вот столько аслан не стал пить зелень буду нарезать нарежу уберу в морозильник бывает иногда такие моменты когда срочно нужна зелень именно за ней бежать в магазин лень или нет возможности хотя в магазине у нас всегда свежая зелень бывает у меня девочка похудела за один день сверху положение что страшного вчера ночью мы спали все вместе на большой кровати спали сегодня температуры нет у них ночью еще было у осланчика до 40 поднялась и но кроме температуры у него ничего не было ему спрашивал что-то болит не болит нет ни на что не жаловался абсолютно просто лежал с мама мама обними меня и все больше ничего не просил зиру не самая высокая была 37 с половиной но жало было взял обувь что я просто глазу тебя мое зелень сейчас попросила она у меня кашу с сосисками посмотрим покушает или нет покушаешь две ложечки наверно н по я так мужу ехал на работу и так с каша это каша из мелкого мелкого булгура мелко нарезала сосиска сливочное масло соль и все больше ничего нет честно тарелочку переложи чтобы остыла мои хорошие хотела сказать по поводу препаратов которые мне прописали но я принимала уже шесть дней сегодня с 7 получается скажу так не не чувствую вообще ничего вообще меня вообще парад никак не берет я не буду название говорить показывать потому что когда я показываю препараты которые мне выписывают при боли в плечах что еще еще чего-то люди начинают это покупать себе и тем же самым лечиться поэтому на этот раз я не показываю препарат вот врач мне его выписано сказала он хороший антидепрессантус но с него легко можно слезть без эффекта отмены ну я не знаю какой он хороший пока мы я вообще его не чувствую что я и что нет ну как бы хоть что-то же должно быть я пью его каждый вечер единственное у меня единственное что есть это хочется спать я-то и раньше хотела спать потому что я нормально не высыпалась да сейчас чуть больше зеваю и все абсолютно сказать что я стала спокойнее с пофигизмом смотреть на то на что например раньше не смотрела нет точно так же в принципе я и так спокойно как давая доча не вытворяет ничего я и так спокойно вот но в принципе абсолютно ничего не изменился от приема препаратов подождем мне вам прописано до 10 января хотя по месяц я попринимаю посмотрю а если эффекта никакого нету нафига я буду его пить и дальше смысла не вижу вот так большинство знакомых которые живут турции посоветовали совсем другой препарат они все они все на нем сидят я просто я-то знала что здесь а многие принимают антидепрессанты очень-очень много людей но чтобы вот так вот поголовно советовали дается он без рецепта посмотрим короче я с первого буду принимать тоже прописал врач а дальше уже буду смотреть не буду говорится собой лечением заниматься потому что нервная система это не грипп не простуду вот так лела я все вижу я видела как ты хотел на стол залезть а что у тебя там на столе есть можно узнать деловой здесь мошка летает он за мошка наблюдая ну поймай ее поймай огромные даже мы вышли на улицу свежим воздухом подышать потому что все время сидеть за перси тоже не дело температура у них уже нет с утра в принципе ну так слабо сись конечно аккуратно зейруня вон кафе кафе в который мы всегда ходим когда готовить лень все пойдем дальше я тоже не знаю чё он здесь стоит он наверно где-то рядом работал давай у аслана спросим аслан как ты думаешь почему трактор здесь стоит тоже не знаешь вот мы тоже не знают здесь же не стоянка тракторов хотела раскопать ямку хотела раскопать ямку ну и получилось хотел раскопать ямку может быть ну что пойдем дальше пошли ты же мама идти боюсь а мама меня очищать потом берет нет я с тобой пойду а там где будешь ходить хорошо а сланчик а сланчик еще до конца не вылечился это ты вылечилась до конца он еще он еще и любит садик ходить да ему скучно а теперь мама по моему начинает заболевать да ему скучно а ты любишь садик как мама да люблю а что ты делаешь садик я стою красиво еще что делаешь в поселине играю угу у тебя есть подружки там я и Рем и Рем твоя подружка у которой день рождения был ты ей подарок подарила как не подарила когда день рождения был ты не подарила ей подарок штанишки я же положила в пакетик подарок штанишки еще что там было это нам все дети подарили еще все дети дарили да когда у тебя будет день рождения и у Асланчика вам тоже дарили подарки куда летом было помнишь день рождения у вас был и забыла уже да нет нет еще значит ты завтра садик собралась да а Асланчик дома будет да да хорошо ты без Асланчика не будешь скучать садик нет нет без мамы без мамы будешь скучать да а кто тебя больше всех любит мамы мамы конечно мое сокровище посмотрите какие красивые волосы у тебя самые красивые волосы это кто делал ну да Асланчик тебя случайно поцарапал когда вы в лифте дрались спорили точнее не говори волосы а то долго будет царапина ай и у нас кто красивая умница девочка да красивая умная девочка все правильно мама а вот и пластили 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 а слайм слайм нет после слайма все легко Асланчик мы же гуляли ходили ну в принципе часа полтора наверное и он устал мама говорит давай поспи купили даже новые игрушки особо не играет игрушку рядом с собой положила и лежит он еще до конца не выздоровел ну естественно подушки убери солнышко естественно за одни сутки же не может выздороветь организм у которого температура была 40 градусов вот подушки же можно убрать ай моя лентяйка